Всем здравствуйте! Сегодня рассмотрим, как можно в домашних условиях дорастить слабовызревший саженец этого года. На примере берем этого саженца. Это саженец страшенский. Здесь, конечно, побег слабенький, где-то миллиметров 4-5. Он может и погибнуть в зиму, поэтому его необходимо занести будет в помещение, где плюсовая температура, и сохранить его до следующего года. Вот это. Отрезаю на две хорошо развитых почки. Вот почки хорошие. Вызрели. Обрезку делаем. Обрезали. И теперь делаем обкопку. Потом будем высаживать бутылки. Вот такую взял бутылочку, полтора литровую. Внизу просверлил отверстия дренажные. Насыпал керамзита, где-то сантиметра 2-3. Потом песку, грунт самодельный. Сейчас я выкупаю этот саженец, слаборазвитый, и посажу его в данную бутылку. Делаем вот так обкопку. Далеко я не беру. Сантиметров где-то по 10 от черенка отступаю. И так продавливаю. По окружности везде проходим. Со всех четырех сторон. И берем лопаты, а так поднимаем. Чтобы не повредить корни. Видим, какой он длинный корешок. Это глубинный корень. Он хороший, белого цвета. Берем эти корни, теперь укорачиваем. Где-то до 5-7 сантиметров. Не жалеем. Делаем вот так обрезочку. Можно гумат натрия еще поставить. Но так как я его сейчас прямо выкопал, то я в таком состоянии его и поставлю в бутылочку. Вот так везде обошел. Корневая система хорошая, как видим. Он будет хорошо развиваться на следующий год. Ничего я здесь не делаю под пятку. Никакой подсыпки не делаю. Беру приготовленный пескогрунт. И засыпаю данный саженец. И теперь этот саженец маленько надо поднять. Чтобы корешки наши выпрямились там. Чтобы они не были загнуты. И поднимаем его аккуратненько вот так. Все. Корешки выпрямились теперь. И теперь это уплотняем. Уплотняем хорошенько. Все это теперь проливаем теплой водой. Чтобы вода насквозь прошла. Вот как видим, она быстро просачивается. Потому что это пескогрунт. Все. Как увидели, что снизу прошла вода. Теперь сверху засыпаем песком. Простым песком. Засыпали и оставляем место для полива водой. Сантиметра два достаточно. Все. Так уплотняем чуть-чуть. Все. И так виноградный черенок будет дороживаться в домашних условиях в зиму. В таком состоянии мы его оставляем, чтобы он отдыхал. Где-то температура будет 16-22 градуса. Не сильно и прохладно, не сильно жарко. И в затемненном месте. Он будет там находиться где-то до 10-15 февраля. Потом 10-15 февраля достаем его с этого места и ставим его в осветленное место, на подоконник. И он пойдет в рост. Так мы ускорим процесс взрывания на следующий год данного виноградного куста и ускорение его в развитии. Даже, возможно, на следующий год и получим первую сигналочку. Вот все, что необходимо знать. Как можно дорастить виноград дома в зиму, если он слабо вырос в нынешнем году. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает получать известие о добавленных вновь новых полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.